Вкус картошки, конечно же, зависит от сорта, но есть несколько советов, которые помогут улучшить вкус любого картофельного блюда. Картофель сам по себе довольно односложен на вкус. Крахмалистые сорта более рассыпчатые и ароматные. Низкокрахмалистые сорта отлично держат форму. Независимо от сорта, картофелю идеально подходит несколько трав. Эти секреты знает любой шеф-повар. Петрушка, зеленый лук и укроп. Классика жанра. Зелень подчеркивает вкус картофеля, особенно хороши пряные вкусы. Кинза, укроп, сельдерей. Их довольно яркий аромат позволяет раскрыть все грани картофельного блюда. Пюре, конечно же, вкуснее со сливками, молоком или даже желтком яичным. Но если все это вы забыли добавить, то здесь спасет обычный репчатый лук из сковородка. Обжарьте лук на растительном масле, добавьте к пюре и будет восхитительно вкусно. Нерафинированное растительное масло, особенно в дуэте с луком, любого вида идеальный компонент к картофелю. Есть самые комплементарные специи для картофеля, независимо от блюда. Это корень сельдерея, петрушка, укроп, морковь сушеная. Поэтому в специи для картофеля их добавляют в сухом и измельченном виде. Но если эти компоненты будут свежими, будет во много раз лучше. А еще во все приправы для картофеля, как правило, добавляют куркуму, карри, имбирь и чеснок. Они очень подчеркивают картофельный вкус. Эти приправы дают тот самый золотистый цвет картофельному блюду. Сало или смалец – это отличный ингредиент для того, чтобы классно пожарить картофель, чтобы он получился ароматным и сочным. Не жалейте их, тем более сейчас в зимний период сало отлично работает на пользу иммунитета.